В Кировской области, в селе Сырияны, разгорается скандал между жителями и муниципальными властями. Администрация решила перенести в здание школы клуб, а заодно еще и детский сад и библиотеку. Таким образом там решили сэкономить, ну а на вырученные деньги планируют отремонтировать здание. Однако селяне резко против, они боятся, что со временем школу закроют насовсем. Жители возмущены. Во-первых, как давать звонки на уроки, если рядом спят малыши. В дошкольной группе, да и вообще шумные старшеклассники не лучшие соседства для маленьких детей. Во-вторых, клубу, чтобы проводить кружки, ну и конечно увеселительное мероприятие придется работать до позднего времени. В муниципалитете говорят, что у них нет денег оплачивать коммунальные услуги в нескольких зданиях сразу. Поэтому комиссия по оптимизации решила вопрос, ну вот как смогла. Теперь же на сохраненные средства здание отремонтируют и в него годами ничего не вкладывали. Очень много проблем и с Роспотребнадзором в этой школе, потому что с санитарно-педагогическим требованиями не соответствуют, особенно санузлы. Вот сейчас эти все санузлы будут приведены в соответствие. Сейчас уже идут работы по обустройству. А успеют вообще к учебному году? Да, успеют. Эта задача поставлена перед работниками. Мы бы и раньше начали, но тут проблемы очень долго уже существуют с тем, что население сопротивляется этим работам. Хотя эти работы ведут к улучшению условий для пребывания детей. Несмотря на то, что местные власти пообещали сохранить и даже отремонтировать все учебные классы, местные жители выступают против слияний. Они даже направляли обращение, под которым подписались 80 человек, однако их мнение власти игнорируют. Жители намерены до последнего защищать школу, как они говорят, это их последний бастион, ведь раньше они уже лишились больницы. Насколько законна такая сдача в аренду и как еще школы могут зарабатывать, разобралась наш экономический обозреватель Левтина Пинкальская. Здравствуй, Аля. Но это же далеко не первый случай, когда вот так вот пытаются средства добывать и, если я не ошибаюсь, парикмахерские открывали и просто под офисы сдавали. Насколько это вообще законно? Да, здравствуй, Юлия. Но ты абсолютно права. Дело в том, что уже несколько лет, довольно долгий период в России разрешена коммерческая деятельность школ. Более того, им рекомендуют зарабатывать самим сколько надо на свои нужды. Правда, есть кое-какие ограничения на то, каких клиентов можно искать. Какие именно ограничения, расскажу прямо сейчас. Школы должны зарабатывать сами, решила 6 лет назад Министерство образования и науки. В 2010-м был принят закон, реформирующий бюджетные учреждения, а полностью в силу наступил в 2012-м. Если раньше финансирование школы шло строго по смете из госказны, то теперь, помимо этих поступлений в свой бюджет, школы могут пополнять также самостоятельно за счет платных услуг. В общем-то, право проводить, например, платные занятия у школ было и до этого, но раньше полученные деньги. Учебные учреждения передавали либо в муниципальный, либо в региональный бюджет. Ну а теперь у них есть право самим распоряжаться своими кровными, отправлять их на ремонт или на новое оборудование. В теории все, конечно, звучит заманчиво, но чем на практике школы могут зарабатывать? Принципиально есть два варианта. Первый и самый очевидный и популярный – это платные кружки, консультации и курсы. Причем они могут быть не только для школьников, но и для всех желающих. Словно говоря, учитель физкультуры может проводить занятия по аэробике. А сельским школам даже министр образования порекомендовал проводить уроки компьютерной грамотности для населения. Второй вариант – это сдача школьных помещений или даже земель в аренду сторонним организациям. Это, конечно, самый прибыльный вариант. Есть, правда, ограничения. Так запрещено использовать школьные помещения для торговли алкоголем, табаком, для ведения политической или религиозной деятельности. Ну и, конечно, нельзя, чтобы арендаторы мешали учебному процессу. И на этом препон больше нет. В теории стоило бы эти помещения сдавать, например, частным репетиторам или тот же актовый зал для проведения концертов. Но, увы, на практике все оказывается иначе. И предприимчивые директора каких только клиентов не ищут. Например, пару лет назад в столичной школе была обнаружена незаконно установленная сауна, бассейн и тренажерный зал вместо парт. В Томской школе руководство хотело отдать 50 квадратных метров под парикмахерскую, а трехэтажное нежилое здание, которое находилось на школьной территории под цех, пошива женской одежды. И формально все было бы по закону, если бы при этом дети не учились в две смены, так как классов на всех не хватало. И только поэтому сделку отменили. А так, вполне легально школьное помещение можно сдавать под салон красоты, офис или магазин, только если без сигареты или спиртного. Так что для некоторых школа стала настоящим бизнес-проектом. Юль, ну а ты как считаешь, вообще стоит ли в школах смешивать учебную деятельность с коммерческой и разрешать учителям и директору зарабатывать таким способом? Да я знаешь, Аля, боюсь, как бы известные всеми любимые школьные песни пришлось переписывать. Ведь получается не только буквы разные писать тонким перышком в тетрадь теперь учат в школе. Спасибо большое, Левтина Пинкальская, о том, как школы в России могут зарабатывать.